Давайте пишем, сет 0, 1, 2, 3, ребята, всё, демоны и боги... ВОАААААААААААААААААААААААААААА Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео! Вы меня слышите там вообще или нет? На самом деле, сегодня будет, как всегда, довольно-таки интересное видео, ведь сегодня, как вы видите, у нас ровный полигон, поле для битвы, и сегодня тут столкнется добро и зло, милосердие и... и жареные крыла, я не знаю, что сказать еще. Ну, в общем-то, сегодня у нас столкнется демон против бога или бог против демона. Называйте как хотите. Ребята, это будет необычная битва. Будет все очень серьезно, очень эпично, потому что каждый из них обладает своей сверхспособностью. Кто-то может пуляться молниями, кто-то может уничтожать под собой, просто делать кратеры огромные. Ребят, все будет, естественно, серьезно, будет эпично, поэтому давай лайк, ставь авансом, подписывайся на канал, и мы начинаем. За кадром я построил вот такую вот тему, ребята, она нужна не просто так. Это как раз-таки штука, которую создает, потому что если мы будем призывать демона и бога, то мне это станет потом же боком. В рифму даже как-то сказал. Это станет мне немножко боком, потому что призывать их просто так нельзя, поэтому создадим их точную копию вот в этом супер-пупер дорогом аппарате, где создаются у нас клоны. И давайте прямо сейчас начнем это сделать. Я поставил себе такую комнатку безопасности, знаете, безопасности комнатку, и построил вон там эту штуку. У нас также есть палочки ДНК, с помощью которых мы будем копировать потом этих клонов. Итак, что нам нужно сделать? Давайте для начала призовем бога. Итак, чтобы его призвать, нам понадобится золото, поэтому пишем голд. И нам нужен именно золотой слиток. Вот золотой слиток я нашел, в принципе, отлично. И теперь также нам понадобится облако, клауд. Берем, пожалуйста, одно облачко и засовываем его сюда. Пароль, по-моему, 1-3-5-7. Вот такой, да, отлично. Ставим сюда золото и ставим сюда облако, ребята. А теперь мы идем к нашей машине. Ну, вроде все в безопасности. Текло, пуль неприбываемое, взрывоустойчивое, термостекло, нормально все. Все, теперь поехали. Запускаем. Так, 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 открываем нужную программу мышкой левее. Вот это. И прописываем вот такой вот код. Я думаю, что он будет очень даже кстати. Ну что ж, ребята, готовы? Прямо сейчас мы с вами запускаем машину. Раз, два, три. И, и, ребята, сейчас, видимо, что-то произойдет. И, опа, кажется, что-то произошло. Теперь, ребята, мы с вами берем ДНК, опалочки. Они находятся у меня вот тут. Ну что ж, погнали забирать, погнали забирать. Ой, машину забыл выключить. Ёшки-матрёшки, сейчас бы вообще конец мне был на самом деле. Машина вроде выключена, и мы можем с вами идти забирать нашего кого? Бога, ребята, он стоит там, он стоит там. Теперь нам нужно открыть эту тему. Давайте открываем её. И, здравствуй, бог, здравствуй, бог. Здравствуй, бог. Ты нормально себя чувствуешь? Всё окей? Я готов устраивать битвы. Отлично. Для битвы ты как раз-таки и нужен. Всё, ребята, мы только что с вами забрали ДНК бога, и теперь он у нас имеется. Мы можем его отложить в сундук и положить вот сюда. Теперь, что мы делаем теперь? Теперь мы должны с вами создать самого настоящего демона. Для этого нам понадобится специальная, что не на есть штучка, а именно Незерек. Вот он, пожалуйста, Незерек есть. И также нам нужна кровь. Блуд. Так, отлично. Вот она у нас, кровь, ребятки. И теперь мы идём сюда, опять к нашему вот этому вот кейсу, ячейке. Один, три, пять, семь. И кладём сюда камень, кладём сюда кровь. И, ребята, теперь-то я готов заново создавать клон уже, наконец-таки, демона. Так, теперь другую программу открываем. Пишем то, что нужно. Красную лампочку нужно нажать. Отлично. Всё, 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 поехали. И всё, отлично. Теперь, ребята, можно нажать на рычаг. Раз, два, три. Всё, погнали. Сейчас будет опять и... Ооо, уже посильнее, немножко дёрнуло. Всё, погнали забирать. Побежали, побежали, побежали. ДНК-палочка у меня уже есть. Я готов открывать и... И кто же тут? Ребята, демон! Самый настоящий демон! Эй, демон, здорово! Зачем ты меня вызвал? Я готов уничтожать! Опа, как раз-таки для уничтожения ты мне и нужен. И, ребята, вроде всё. Мы только что с вами сделали клоны бога. И клонов вот самого непосредственно демона. И теперь, ребятки, нам нужно сделать следующее. Нам нужно построить арену, так как я обещал, что в этом видео будет тысяча. А может даже и десять тысяч. Посмотрим, насколько мой ком потянет. Будет огромная арена бога и демона. Ребята, я начинаю прямо сейчас её строить. У меня тут будет непосредственно всё из бедрака. Потому что это реально будет безопасно и реально будет хорошо. Потому что я не знаю, что может произойти. А произойти, ребят, может ну просто всё, что угодно. Реально, это очень опасное сейчас будет столкновение. Я надеюсь, что всё будет отлично. И всё будет хорошо. Так, ну это слишком большая арена, да? Они друг друга не найдут. Я думаю, что вот таких вот размеров арену. А даже, наверное, вот таких вот. Прописываем, ребятки, команду ВАЛС-7. И у нас появляются вот такие вот стены. И теперь мы делаем пол, но пол, ребятки. Я не буду делать из обсидиана. Ой, обсидиана бедрака. Я, наверное, даже, знаете, траву оставлю обычно. Почему бы, типа, и нету. Давайте для начала столкнём их на такой маленькой арене. Посмотрим их возможности. А потом, ребятки, уже будем сталкивать на реально гигантской, огромной арене. Посмотреть их полные возможности, если можно так сказать. Ну, короче, будет эпично, ребят. Забираем ДНК, собственно, бога. И забираем ДНК демона. И отправляемся в нашу, ребятки, арену расставлять всё это. Итак, начнём сначала с бога. Давайте расставлять. Да, немного подлагивают, потому что всё-таки это как-никак клоны. Вот такое вот тоже бывает. Давайте прямо сейчас выставим их тут всех. И посмотрим, что же будет дальше. Посмотрите, как дофига у меня тут уже богов. А вы помните? У меня когда-то в деревне, ребят, кто не смотрел, посмотрите это видео. В деревне была битва как раз-таки демона и бога. Они за сундук там дрались. И это была жесть. А их было по одному, по одному существу. А тут, ребята, их будет тысяча, а может и больше. Ребят, всё, первая армия готова. Вот так вот она выглядит. Это первый заход. Первая, так сказать, игра. И поехали, теперь мы ставим, ребятки, демонов. Равное количество, то есть два блока. Также отступаем, чтобы всё было... Ё-моё, нифига они дикие. Ладно, буду по блоку вот так вот запоминать, ребятки. Буду ставить их вот так. Смотрите, какие они дикие. Они уже так и хотят броситься на бога, ребятки. Это просто жесть. Это реально просто жесть. Они прям очень бешеные. Ладно, ничего страшного. Давайте дальше их лучше спавнить. Что ж, ребята, вот так вот выглядит у нас армия бога и армия демонов. И я вам скажу, это выглядит пугающе. Особенно вам, наверное, кажется, что демонов больше, ребят. Но это не так просто. Они почему-то дикие и не могут на месте стоять. Вот боги, они сдержанные. Они стоят на месте, ждут честной битвы. А они просто не сдержанные. Ааа, давайте, открывайте стену. И ладно, раз демоны так хотят, то на счёт три, ребята, я открываю эту стену. И посмотрим, кто сильнее, армия бога или армия демонов. Давайте пишем сет 0, раз, два, три, ребята. Всё, демоны и боги... Вау! Ребята, моментально сразу все демоны загорелись. Вы посмотрите на это. Это просто дикость. Это просто у меня болит горло. Я не могу кричать, но я хочу покричать, потому что это же, видите, сразу. Боги пустили молнию. Боги пускают облака, смотрите. И демоны внутри облаков задыхаются, ребята. Что? Что, ребята? Вы это видите? Демоны сверху кинули. Я так понимаю, адское зло какое-то они бросили. Смотрите, тут всё в лаве. И это просто жесть была. Но я могу с гордостью сказать, что сегодня в первой битве победил бог. Ребята, они очень круто и очень умно боролись. Они сразу же молнией всех подожгли демонов. Демоны начали сгорать, ребятки. И началась, в общем-то, жесть. Они потом их начали... Ёшки-матрёшки. Они потом их начали фиксировать в облака. Демоны начали тоже погибать в облаках. Это просто жесть, ребята. Это просто жесть. Я не ожидал такой битвы. Бог победил. Окей, окей, хорошо. Но, ребята, сейчас будет битва ещё жёстче. Будет ещё больше всех. И будет просто реально дико эпично. Я не ожидал, что демоны нанесут последний удар. Потому что... Вы видели, как демоны слабо боролись? Я думал, что они, в принципе, вообще ничего не используют. Они использовали прям под конец адский вот такой вот удар. Это было эпично. Но арены сейчас намного больше. Намного эпичнее. Мы отмеряем на глаз середину. И начинаем, ребятки, тут всё непосредственно заполнять. Вы готовы? Я буду делать это, ребятки, естественно, в паузе. Ребята, началась просто полная жесть. Пошёл дождь. Я слышу грозу. Это просто жесть. Потому что и всё больше и больше. А ещё также смотрите, что происходит с демонами. Тут настолько много демонов и богов. Настолько тут много энергии, объединённой в одну, что у меня просто начинает уже дико лагать. Несмотря на то, что у меня мощный компьютер. Демоны лагают. Боги лагают. Идёт дождь. Гроза. Всё идёт, ребят. И мне кажется, вот-вот уже нужно начинать устраивать битву. Вот видите, как они мигают немножечко, когда я их спауню. Потому что дело в том, что вот как раз-таки не успевает видеокарту прогружать. Очень тяжело, ребятки. Очень тяжело. Вы готовы, как всегда. Боги у нас проявляют терпимость. Они просто стоят и ждут честной битвы. А демоны у нас просто не терпятся. Мне кажется, сейчас будет реально жёсткая битва. Потому что их тут намного больше. Их тут реально в огромном количестве дофига. Примерно их одинаково тут. Что богов, что демонов, ребятки. Вот только вот богов можно ещё парочку штучек поспаунить. И, в принципе, можно уже начинать. Кстати, я пытался за кадром отрубить этот дождик, чтобы показать вам всё без дождя. Но не получается, ребят. Представляете, он просто заново включается. Ну что, вы готовы? На счёт три я уберу стену. И мы посмотрим, насколько тут будет жёстко. Насколько тут будет сильная битва. И на счёт три мы сейчас уберём стену. И посмотрим, что будет. Готовы? Раз, два, три, ребята. Всё, демоны и боги пошли просто в битву. Опа. Я видел, сразу они использовали какую-то способность. Какой-то снег, видимо, это боги использовали. Либо облака. Опа. Ребята, смотрите, вылетают, вылетают. Просто какие-то снаряды, я так понимаю, тоже от бога. Интересно, а что же будут использовать демоны? Ай, всё меньше и меньше, ребята. Что же будут предпринимать демоны и боги, ребятки? Давайте посмотрим на это. Ну-ка, 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 ну-ка. И что? Неужели ничего? Оооо! Вот это я понимаю. А что дальше? Что же будет дальше, ребята? Да ладно? Да ну нафиг? Да ну нафиг? Эй, ещё демоны остались. Они могут запустить сейчас что-то странное. Давайте-давайте, ждём. Смотрим, что сейчас будет. Потому что осталось буквально два демона. Что же сейчас произойдёт? Вот такого никто, ребят, не ожидал. Вот такого я никто не ожидал. Видели, демон просто на последнем дыхании запустил туда какой-то дичайший снаряд. И, ребятки, просто образовалась гигантская дыра в земле. Адская дыра в земле. Это, я так понимаю, путь в ад прорубился. И половину богов ушло под землю. Но, несмотря на это, некоторые боги всё-таки выжили, ребята. Можно сказать, но этих можно уже не считать, что два бога уцелело, ребят. Два бога! Это просто, вот это вот действительно была жёсткая битва. И теперь-то я могу выключить дождь? Давайте проверим. Toggle down fall. Так-так-так-так-так. И проверяем. И да ладно. Наконец-то я могу выключить этот дождь. Ребята, сегодня мы проверили, кто сильнее, бог или демон. И всё-таки победило добро. Я удивлён, я удивлён. Потому что демоны, они довольно-таки сильные. Но, ребят, вау! Смотрите, с неба сыпятся облака. В общем-то, с вами был я, Компот. Не забывайте ставить мне лайки, подписываться на мой канал. Всем удачи, спасибо, ребята. И всем пока. Сегодня в схватке у нас победили боги.